Все без связи не говорило, все глуше, на пригорке, там повыше, посуше. Автор этих воспоминаний в стихах Александр Переверзин, поэт, главный редактор, сценарист и режиссер. Он в Курске впервые приехал на творческую встречу с читателями, а чтобы самому познакомиться с городом, отправился в картинную галерею. Ведь литература, как и художественное искусство, позволяет не просто говорить со всеми и обо всем, а прежде всего быть услышанным. В общем-то, все стихи начинают писать от первого лица, все говорят «я», «я», «я». А когда становишься старше, уже хочется перейти, как-то переходить из лирики к эпосу, описывать вот действительно со стороны и приближаться к живописи. Возможно, курская живопись тоже вдохновит поэта. Впечатлениями он поделится позже. Сейчас спешит во дворец пионеров. Через час ему предстоит читать стихи, уже написанные. Одни услышат в его творчестве совет, другие прочитают трагическую историю любви. Третьи лучше узнают Москву. Лирика Переверзина – хороший путеводитель по столице. От стиха к стиху он гуляет по Ордынке и Бронной, смотрит вниз с чугунного моста, заглядывает на болотную площадь, но при этом называет Москву непригодной для стихов. В Москве действительно невозможно писать. Большой город, он высасывает всю энергию. И писать, я вот, например, пишу в поездках каких-то, либо в московской области есть деревня Бордуки, Шатурский район. И вот там у меня есть дом, я приезжаю, и там дышится совсем по-другому, и пишется совсем по-другому. Учителя Александра – поэты от Агнии Бордо до Иосифа Бродского. Его самого критики сравнивают с литературным Акыном, который пишет о том, что видит. Когда приходишь в литературный институт, помню, нам ректор Сергей Есин сказал, что вот на первом курсе «Все вы гения, посмотрим, что будет пятым». То есть разговор о том, что человек проходит через какие-то этапы, и он все понимает, что называется. Понятно, что вот у нас сейчас в стране, по-моему, на сайте стихи.ру несколько сотен тысяч, наверное, поэтов. И мы же, конечно, понимаем, что столько поэтов быть не может. А переверзен смог. В 2009-м вышла его дебютная книга, которая в профессиональных кругах была признана лучшей по итогам года. Автор назвал ее «Документальное кино». Во-первых, это связано с его работой сценаристом, режиссером короткометражек. Во-вторых, в поэзии Александр стремится как раз к документальности того, о чем пишет. Каждый стих – кадр кино. Говорят, что черно-белое, потому что мне близко вот в стихах отсутствие метафорики, упрощение какое-то, такое именно языковое, а смысловое наоборот. Чтобы стихотворение было не образов стихотворения, а само стихотворение являлось каким-то таким образом. Решали, как доставим груз. Я, Марк и Гена Николаев, наш однокашник и не трус. Был Гена третьим внешним оком, пока снимали втихаря мы радиатор, ручки с окон в цеху при свете фонаря. Поэзия должна говорить на языке улицы. Нецензурная лексика тоже возможна. Это своеобразный творческий манифест Александра. Но в серьезных произведениях он этим не злоупотребляет. Он чувствует грань, которую не надо приступать, потому что ежедневно читает десятки стихов других авторов, тех, чьи книги потом публикуют. Александр еще и главный редактор издательства. И современная поэзия, считает он, не так плоха, как о ней говорят непосвященные. Если говорить о серебряном веке, вряд ли, когда по улице шел, я не знаю, там Блок, или Георгий Иванов, или Ходосевич, или Есенин даже, хотя Есенин могли, конечно, знать из-за такого характера, но вряд ли их узнавали. Я совершенно уверен, что это, вот я знаю, там, нескольких поэтов, которые, вот даже просто, просто даже не знаю, как кого, но вот их там, два, три, четыре десятка, и среди них обязательно будут будущие классики, которых будут изучать. Но, к сожалению, пока поэты зачастую сами и являются читателями. Станет ли он классиком, Александр Переверзин не задумывается, но на всякий случай давайте запомним его имя. «Стало холодно, совсем зябко, не люблю октябрь, не погоду, говорила так моя бабка, причитала, только б не в воду».